В Кростофлотском районе полицейские задержали в отделении банка 62-летнего хабаровчанина, который пришел сюда с пистолетом и демонстрировал его персоналу. Перед этим мужчина показывал его еще и в местной библиотеке, куда заходил взять книгу. В культурное учреждение на улице Руднева мужчина пришел около 11 утра. Он сказал, что ему нужны стихи шотландского поэта Роберта Бёрнса. Раньше он тут не появлялся, а потому его отправили оформлять абонемент. Хабаровчанин дал сотруднице свой паспорт, а потом достал и пистолет. Он выложил все с кармана, пистолет сюда, он был направлен на меня. Я говорю, что это у вас? Он сказал, что пистолет. При оформлении я спросила, где вы работаете, он сказал, что я бандит. И вот так вот наколки у него на руках были. Ну, я испугалась, конечно. Мужчина, опиравшийся на резную трость, был заметно пьян и вел себя на грани фола. Например, в библиотеку он зашел с сигаретой, но после замечания убрал ее. Персоналу он не угрожал. Удовлетворив потребности читателя, он удалился из нашей библиотеки. То есть ничего не требовал, не угрожал? Ничего сильно он не угрожал, но просто тот факт, что человек пришел почему-то в библиотеку именно с оружием, нас, конечно, обескуражило. Наши коллеги из детской библиотеки, он там тоже был, они вызвали наряд полиции. После библиотеки Хабаровчанин направился в отделение банка, расположенного неподалеку. Туда он пришел, чтобы снять 100 тысяч рублей со своего счета и опять зачем-то достал из кармана пистолет. Я говорю, библиотеки сумма едет, мне надо ее снять. Это типа как охранный пистолет. А пистолет он направлял на кого-то? Нет, он на стол положил. А зачем это сделать? Непонятно? На стол, наверное, испугаются. По словам очевидцев, сотрудники банка забрали у клиента оружие и отнесли его в подсобное помещение. Посетитель и тут вел себя достаточно спокойно, криминальных требований и угроз с его стороны не было. Приехавшие на вызов полицейские задержали горожанина. Это Хабаровчанин с богатым уголовным прошлым, проживающий на улице Зои Космодемьянской. Пистолет оказался сигнальным. Внешне он выглядит точь в точь как боевой. Для его приобретения никакой лицензии не требуется. Вероятно, мужчина просто хвастался своим новым приобретением или хотел слегка поэпатировать общественность. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Манина и Андрей Алферов.